Знания. Прошу. Добрый день. Меня зовут Конов Исан Анатольевич. Я почти 30 лет без малого проработал в Союз Системного Анализа, который основал академик Мишеляни, который, в свою очередь, был один из основ основателей Римского клуба. И вот только в прошлом году, когда Исанам фактически превратил свое существование, то я, соответственно, просто там перестал работать. Ну и как футуролог я периодически появляюсь в СМИ, выступая с футурологическими прогнозами. Мы со системным анализом занимались проблематикой в основном информационной безопасности во всех ее аспектах. И, в частности, в безопасную финансовую систему мы разработали основы современных стандартов безопасности банковской системы, которая в настоящее время, на слое которых сейчас она и функционируется. Значит, мы попробуем доклады, которые я сегодня делаю. Значит, основная мысль будет со следующим. Основные проблемы, на наш взгляд, в тех подходах, которые имеются на сегодняшний день в ООН и в Римском клубе и в их рекомендациях, они решают из того, что у обоих этих организаций практически вообще в мире не ведется модель угроз для человеческой цивилизации. Нет полной модели угроз. Вот. Ну, в данном случае представлено, какие угрозы называются ООН. Вот. Ну, белым показано то, на чем внимание все время акцентирует Гудеериш, агенция ООН. Это ядерная угроза, мировой терроризм, воронные конфликты, изменение климата, растущее социальное неравенство, опасности новых технологий, миграционный кризис. Ну, и в дополнение, значит, во множестве документов ООН, опять же, проходят следующие угрозы. Это загрязнение мирового океана, парниковые выбросы, войны между государствами, насилие внутри государств, включая гражданские войны, массовые нарушения, фраг, человека и геноцид, нищета, инфекционные болезни, экологическая деградация, оружие массового поражения, ядерное, радиологическое, химическое, бактериологическое оружие и транснациональное организованное преступление. Что нам не нравится в этой угрозах? В том, что они полностью игнорируют угрозы, связанные с тем, что, вообще говоря, мы живем не на изолированной планете, не в изолированном мире, а мир — это крайний хрупок, и он расположен в катастрофических нестабильных средах. Собственно говоря, вот теория катастрофических нестабильных средах — это, как бы, краеугольная теория, которую я развиваю последние 20 лет. И вот все эти проблемы возникают из того, что полноценная модель глобальных угрозов человеческой центрации не ведется никем. Значит, это привело к тому, что абсолютно игнорируются геофизические угрозы, ну, мы знаем, землетрясения, наводнения, вообще говоря, нестабильность, возможная нестабильность, литосферных плит на, значит, вот, на магме и так далее. Абсолютное игнорирование космического угроз — здесь вообще бесконечное количество. Следующее — абсолютно игнорирование угроз вытекающих ощущаемой биологической уязвимости через COVID. Ну, есть, правда, исключение, там, мы говорим о… они, там, указывали на проблемы, там, заболеваний, там, распространение эпидемий и так далее. Ну, или всё, практически игнорируется проблема того, что мы вообще можем существовать в очень низком диапазоне температур, мы совершенно не подготовлены к любому облучению дополнительного и так далее. То есть чрезвычайно уязвимы, и это в качестве угроза тоже не рассматривается. Дальше абсолютно игнорирование угроза вытекающих чрезвычайно идеологической уязвимости человеческого вида. То есть практически человечество периодически стравливается на… вовлекается в процессе самоистребления, саморазрушения и так далее. И четвёртое – это иллюзия возможности… Так, ну и в результате, как бы, значит, делаются всё равно неправильные выводы, и возникательная иллюзия возможности обеспечить безопасность будущего, снижение деловой активности и потребление человеческих ресурсов. Это вот основные выводы, которые следуют и из рекомендаций ООН, и из рекомендаций Римского клуба. Вот, ну, для примера я просто вот… для игнорирования космические угрозы, ну вот НАСА в своё время попытались срезать, значит, им финансирование, и вот они выпускают такой плакат. Это плакат, который показывает, значит, вот движение аэроскеруинов, которые только тех, которые угрожают Земле. Вот, ну и вопрос. Вы по-прежнему думаете, что НАСА больше не нужно? Вот, национальное агентство по космосу американское. Вот, вот это только один пример, игнорируемый вопрос. А на самом деле из космоса, так что угроз просто, бесконечный. Там одних классов, в общем, у меня специально, я 20 лет веду, знаете, досье на мироздание, так называемый сайт в интернете. И вот в этом досье на мироздании, там, значит, это сотни страниц с этими угрозами, которые существуют для человечества в космосе. Вот, ну, значит, в результате они вот сформировали вот эти вот цели устойчивого развития. И вот 17 этих целей. Вообще говоря, это правило хорошего поведения. Да, как первый шаг, это хорошо. То есть все должны знать, что значит, как жить правильно. Какими правилами руководствоваться. Поэтому это, бесконечно, полезно. Полезный первый шаг. Но нужно двигаться дальше, потому что этого первого шага будет недостаточно. Вот, что же нужно, в каком направлении предлагается, собственно говоря, двигать это все. Вот, во-первых, ООН наконец-то должно принять меры к тому, чтобы был создан или институт, или вообще какая-то структура, в общем, ООН должно иметься, и вообще у человечества должна быть полной модель угроз человеческой цивилизации. Вот эта задача должна быть решена, и выбирая возможность ставиться ООН. Если ни одна из наций это вопрос не ставит, поскольку я был единственным человеком, который этим занимался, вот, но никогда это не находило никакой поддержки. Дальше. Поставить перед человечеством цель достижение его неуничтожимости, поскольку совершенно ясно, что мы существуем, вот как только мы начинаем строить модель угроз цивилизации, мы понимаем, что мы находимся в ситуации, когда любая модель угроз будет неполна. Вот эту ситуацию мы называем, и средства, в которых существует такое положение, мы называем катастрофически нестабильными цветами. И на самом деле человечество существует в катастрофически нестабильных цветах. Так вот, 7 уровней, у меня дальше будет слайд, который показывает это вообще формальную модель. 7 уровней катастрофически нестабильных цвет над каждым человеком, над цивилизацией соответственно. Вот. То есть это вот 7 уровней угроз, модели угроз, которые вообще бесконечны. Это не значит, что ее не надо строить. Надо строить и контролировать по возможности все, что можно, вырабатывать на полное решение. Вот вопрос, значит, как выживать в катастрофически нестабильных цветах. Вот. Это вот следующий вывод. Довиваться внедрения ТГС наращивания могущества человечества во все социальные средства и, прежде всего, в системе образования. Ну, там у меня голоса идет немножечко позже. Вот. И что такое могущество, объясняется более подробно. Вот. Ну, вообще, это способность человечества не стать жертвой. То есть мы должны в каждом нашем поступке, в каждом нашем выборе соизмерять, насколько это может нас сделать жертвой или все-таки не делать, предотвращать нас от той ситуации, что мы станем жертвой. Вот это, значит, как бы основополагающий вывод, как выживать в средах катастрофически нестабильных. Так как любая модель угроз будет неполна. Дальше. Двиваться пассиментной реализации принципов степи соблюдения, которых определяет эффективность социальных судьбов. Вообще говоря, ООН должна, наконец, сохранить, морочить голову, значит, просто правилами хорошего поведения, а сказать странам, какие принципы они должны выполнять, чтобы быть эффективными. Чтобы вот по этой шкале, вот, есть fail state, неудавшиеся страны, страны, разрушающие жизнь своих сограждан, и странами welfare state, странами всеобщего благодействия, благосостояния, вот это вот, как перейти из этих fail state, и как по этой шкале, от fail state до welfare state, двигаться все в другую сторону welfare state, вот соблюдайте принципы. Вот эти следы, в принципе, должны быть доведены через ООН. Это, в принципе, справедливо, компенсация, вознаграждение, оплаты, как хотите. Значит, это первый принцип. Второй. Главное, что он должен учитывать в частности то, о чем говорил, вот, очень хорошо Билл Гейтс сказал, что я понимаю, что я должен скомпенсировать то, что в мире существует, и все существуют, я существую в обществе, когда существует, я должен обществу скомпенсировать. Ну, это он так объяснял, в чем он создал этот фунт, и половину своего богатства отдал этот фунт. Фунт Билл, и, значит, не двигается. Вот. Значит, вот, справедливо компенсации свободы конструктивной, свободы конструктивной самореализации, вот, это, значит, что? Это, вот, что улетит, должна быть возможность и предпринимательской деятельности, и так далее. Вот, сразу хочу обратить ваше внимание, вот, недостаток левых идей состоит в чем? В том, что там нарушались все эти три принципа. Справедливой компенсации, где уравниловка вместо справедливой компенсации. Свобода конструктивной реализации, где, вообще говоря, было запрещено частное предпринимательство. И свободы оппонирования, там же, допустим, в левых идей, это было, значит, дектора правитариата, это, там, демократический централизм и так далее. Вот это важнейшие три принципа свободы оппонирования. Ну и дополнительные важнейшие принципы идеологической безопасности. Вот, мы знаем, нашу страну дважды разрушали, в 17-м, в 91-м, в мере разрушительной идеи. Культивирование критериальных основ конкурентоспособности. То есть, это вот то, что мы везде должны видеть. Насколько конкурентоспособность, опять же, понимается с родственным могуществом, как способность не стать жертвой бесконечного количества угроз. И культивирование лучших практик. То есть, вот, лучшие практики, которые выработаны, в данном случае, например, welfare state, которая сейчас, как бы, лучшая практика создания государства, где всем обеспечивается достойная жизнь. Вот, это, значит, один из примеров. Дальше, дальше. Ну и, в общем, статистические задачи, которые должны быть поставлены, это космическая экспансия, продвижение жизни и повышение неизвестности. Вот это задачи, без которых человечество не имеет никаких перспектив. Как планетарная цивилизация, человечество не имеет никаких перспектив. И вот эти вот последние четыре доклада, которые, на анализе которых я делал, дальнейшие там выводы, которые я сейчас покажу. Значит, вот они все, их главный недостаток. Они считают, что, возможно, устойчивость на, если мы берем, рассматриваем человека как планетарную цивилизацию. Вот это самое большое заблуждение. Значит, человечество, как планетарная цивилизация, чрезвычайно уязвимо. Бесконечно уязвимо. То есть, количество угроз этих нерешаемо. Большинство угроз, вот если мы посмотрим на все множество, оно парируется космической экспансией. Вообще говоря, двумя мерами. Космическая экспансия и внедрение критериальных основ способностей и могущества. Вот они закрывают большое количество угроз из всего того огромного множества, которое есть. Они же предполагают, и вообще вся вот эта вот, все их построения, возможно построение планетарной человеческой цивилизации. Это, это большая иллюзия. Ну и вот угроза человечества по докладам Беремского клуба. Деградация планеты, рост авторитаризма и фундаментализма, торжество спекулятивного капитала. То, что кризис перестал быть цитрическим, а стал постоянно усиливающимся. В частности, кризис капиталистической системы, где в результате уклонения от налогов в офшорах сейчас спрятано в порядке 32 миллионов долларов. Вот в то время как важнейшие задачи цивилизации не решаются, нет денег на решение важнейших направлений по обеспечению безопасности нашей цивилизации. Дальше. Избыточное потребление выброса СО2. Глобальный сбой в распределении продовольствия. 8 миллионов человек продолжает голодать. А вот города, 200 лет назад существовало 1 миллионер, сейчас их 20, значит, сейчас их и сотни, включая 20, с населением более 10 миллионов. Это при том, что люди в городах потребляют в 4 раза больше ресурсов. Темная сторона справовой экономики приводит к тому, что такие компании, как Uber, ничего не платят за дороги, за инфраструктуру, а только обогащаются на них. Неконтролируемое развитие и неэтичное использование экспоненциальных технологий. Ну, то есть, это технологии, которые проводятся по экспонентам, бурно развивающиеся технологии. Вот. То, что они не контролируются. Это тоже проблема. Ну, дальше. Нераспредполагаемые в рамках Римского клуба. Эта максимальность в России неразначе – это вот самая губительная мера. Вместо того, чтобы, значит, посмотреть на опыт Китая, который, как только там начали реализовать правильные принципы отношения от губительных коммунистических левых принципов, и вот те принципы, которые я показал, они на них перешли, как сразу такой резкий рывок, они стали ведущей экономикой. Вот это показывает, что, на самом деле, человеческий потенциал чрезвычайно важен, повышает какую-то способность и могущество человечества. И вот у них главный вывод – максимальное сокращение рождаемости. Дальше. Животство – непозволительная роскошь, поскольку наибольший экологический урон. Отказ от ВВП, как главного показателя эффективности. Ну, здесь можно с ними согласиться, что ВВП, по ВВП выгодно, значит, разливы нефти, которые увеличивают ВВП по их ликвидации. Потом, значит, то, что учитывается только то, что, значит, идет через торговлю. Ну, и вообще любые, если несчастные случаи, они увеличивают ВВП. В общем, они показали абсурдность этого показателя. Дальше. Ограничение конкуренции и защита слабых видов. Фундаментальные и слабые эволюции. Ну, вот здесь очень правильный вывод, да, что чрезвычайно важно не… Конкуренция к способности и конкуренции должна приводить к гибели слабых видов. Конкуренция к способности – это новое понятие, новая концепция должна быть, которая говорит, прежде всего, способность не стать жертвой, а не кого-то задушить, задавить и так далее. Необходимость достижения баланса. Ну, и вот по балансу здесь у них очень много. Они говорят, что между человеком и природой устойчивое развитие. В общем, здесь все в основном правильно. Все, что они говорят, там, между конкуренцией и долговариванием перспективами, между скоростью и стабильностью, между индивидуальным коллективом, между женщинами и мужчинами, между равенством и справедливым вознаграждением. Вот здесь вот вопрос, конечно, равенство и справедливое вознаграждение – это если не оценивать вклад вообще каждого человеческой цивилизации, даже если он нигде не работает. Он просто часть человеческой цивилизации. И тогда мы говорим, все равно он должен получать справедливое вознаграждение за то, что он часть просто нашей цивилизации, он выполняет великую миссию. У меня теорию великих миссий. Он выполняет всем, и каждый человек выполняет величайшие миссии в этом мире. Ну и дальше между государством и религией, значит, ну вот здесь тоже это понятно и тоже можно приветствовать, потому что религия имеет свои положительные стороны, если они не разрушительного плана. Вот. Дальше. Новые форматы международного сотрудничества. они предлагают, вот семейный совет будущего, например, вологича консул, и великий переход, great transition, то есть переход к единому человечеству. Ну, например, приводит, вот, based practice, это значит, вот, ирландская ассамблея граждан. Это на местных уровнях, то есть, чем должно управляться на местных уровнях ассамблея граждан, а вообще всего, как бы, единого человечества. Дальше. Долгосрочное мышление правительства должны задать ограничиться тех днях усилий ради совместного процветания. Это все правильно. Переход к альтернативной энергетике. Значит, приводится в пример образец, как Китай, который, значит, даже в Конституцию внес, что они строят экологическую цивилизацию Китая. Вот. Ну, это после того, как они стали задыхаться в своих городах. Изменение экономических парадигм, значит, к тому, чтобы экономика выстрелилась к устойчивому росту. Ну, вот это очень спорно здесь, можно будет спорить. И образование для будущего тоже здесь раскрывается. У них, вот, основывается на связанности. То есть, образование должно служить коммуникациям, улучшение коммуникации между людьми. Носить ценностный характер, то есть, корениться в универсальных ценностях. Фокусируется на устойчивости, экологии и так далее, сохранении жизни. Культивирует интегральное мышление. То есть, мышление, которое способно охватывать все проблемы, куда-нибудь узким специалистом. И исходить из перерализма содержания. То есть, не одной теории какой-то обосновывать, а весь обзор полной теории, которая существует по всем вопросам. Вот. Ну, что предлагается? Вообще говоря, значит, я уже последние 29 лет разрабатывал вот это вот 24 теории. 24 теории великих миссий неустойчивости и могущества человечества. Ну, во-первых, великих миссий. Вот, к сожалению, никто не говорит о тех великих миссиях, которые стоят перед человечеством. Мы вообще спрашиваем, какой смысл существования человечества. Мы выполняем несколько великих миссий. То есть, в частности, это то, что, если вот мы рассматриваем теорию уникальности человеческой специализации, это такое чудо, как мы возникли. Это невероятно просто. Это вот то, что сохранила геология, геологические пласты, это просто невероятно, как мы вообще возникли. Пожалуйста, о смыслах мы поговорим в следующий раз. Давайте я закончу про... Прошу вас закончить с блоком «Учурс». Мы о смыслах говорим в следующий раз. Давайте про блоком «Учурс» поговорим до конца. Что ли вы принимаете, критикуете, либо не критикуете, с чем-то может быть в ластисах выясняется, с чем-то может быть поспорить. Давайте в этом оскорите поговорим. Ну, хорошо. Значит, вот здесь вот, как бы три составляющих. Эта составляющая имеет двадцать одну составляющую. Она как раз концентрирует сама угроза. Мы существуем в констатистик-нестабильных... Вот теория констатистический нестабильных цвет, она определяет. Мы существуем констатистический нестабильных цвет. И двадцать теорий отвечают, что будет делать, как выживать в этих двадцать... Выжить вот в таких ситуациях, когда, конечно, констатистический нестабильный цвет, мы существуем бесконечно. Практически. Ну, вот это тоже представление, только уже в каком эротическом порядке. Они там связаны эротические теории, отвечающие на вопрос. Что лежит в основе подхода вот этой разрабатыванной теории? Это русский космизм и философия общего дела Николая Петровича Фёдора. Вот в его жизни. Значит, какие основные идеи, в общем-то, мной развиваются. Это осложение человечества в общем деле противостоянию угрозам цивилизаций, об использовании военной технологии только во благо цивилизации, о необходимости освоения и заселения через космос, о создании технологии продления жизни, бессмерти и воскрешения предков. Вот четырех том, у них здесь ссылка на него практически академическое, великолепнейшее издание, с великолепнейшими, потрясающими комментариями. Очень вам рекомендую. В интернете вы можете найти, они все здесь должны. Вот. Вот, собственно говоря, это то, что я стремлюсь продолжать. То есть это идеология, которую, на мой взгляд, все должны воспринимать. Ну, системный анализ – это вот тот метод, который я использую. То есть использую все множество, значит, научных знаний, и использую их в системных связях, чтобы доказать правильность своих подходов. Значит, ну и вот идеология, которая базируется на этой пирамиде из двадцати четырех теорий – это цивилианизм. Значит, определяется он через его цели и задачи. Главная цель цивилианизма как идеологии могущества человеческой цивилизации – внедрение критериальных основ повышения шансов безопасности будущего в развитии человеческой цивилизации каждого человека. Главный критерий – могущество нашей цивилизации обращение безопасности благополучия каждого человека. По-другому, понимаете, способность человеческой цивилизации стать несокрушимой и способна обеспечивать безопасность благополучия каждого человека. Восплочение человечества во имя его неуничтожимости, нескрушимости и могущества при осознании всех угрозов его существования и существовании каждого человека – вот главная задача цивилиализма. То есть вот так определяется цивилиализм. Значит, теперь по поводу еще глоссарий, по поводу понятия неуничтожимости человечества. Вот эта формула, она показывает вероятность выживания того, что наша цивилизация не будет уничтожена. При том, что количество угроз, которое существует, оно практически стремится к бесконечности. При этом вероятность реализации каждой из этих угроз. Эта вероятность может уменьшаться, если угроза осознается и принимается мерой к ее понижению. Таким образом, если вот то, что модели угроз нету, что мы не осознаем массы угроз, игнорируется масса угроз, вот оно повышает, оно вот это снимает. Этого нету и угрозы, уничтожение нашей цивилизации, они возрастают, если мы их не осознаем и ничего не делаем. Дальше. Вот это иллюстрация понятия кассовщики и стабильных средств. Вот все кассовщики и стабильных средств. Первая кассовщики и стабильная среда для каждого человека, значит для всей цивилизации, это нестабильность мозга нашего. Вторая кассовщики и нестабильная среда, это тело наше. То есть мозг сотни болезней, тело тысячи болезней, только болезни, я уж не говорю, там другие проблемы. Вот, потом идет биологическая среда, кружающая среда, потом идет среда, которая тоже нестабильна, потом среда социальная, потом национальная, вот, потом, значит, идет среда цивилизационная и, наконец, мироздание, которое мы вообще не контролировали, которое вообще неизвестно, какие угрозы нам несет. Вот, и, собственно говоря, во всех этих случаях имеет значение большой цивилизационный коэффициент. Он позволяет снижать вот эти вот вероятности того, что мы станем их джерфами, бесконечно это множество убросов, это наша цивилизация. То есть, вот, чем могущественнее наша цивилизация, тем мы быстрее преодолеем вот это вот, справимся с этим бесконечным количеством угроз. Ну, и, как бы, последний вывод. Вообще говоря, нужно признать, что мы вообще, на самом деле, уже получили best practice, лучшую практику в области построения государств. Это welfare state, да, государство с, значит, всеобщим процветанием, значит, всеобщим боголенствия, благосостоянием. Вот. И, собственно говоря, вот здесь вот приводится пример. И здесь, исходя из парадигмы, традиционной парадигмы, к которой мы привыкли, формационной, показывается, что эти welfare state объединяют в себе все три формации, коммунистическую, для тех, кто не может жить по принципу справедливой компенсации. Это пенсионеры, это инвалиды, это те, кто, ну, неудачники. Это приводится к примеру, вот Джоан Роллинг. Оказалась ребенком одна, без сельского существования, но получила она вот эту поддержку коммунистическую, когда живешь по принципу, значит, откажешься по способности каждому по потребностям, но в рамках, конечно, которые общество может себе позволить. И вот она выжила, она написала первый свой роман, и в результате стала, в общем, самой богатой писательницей на сегодняшний день. Вот это пример того, как работает коммунистическая формация в welfare state. Второй уровень – это социалистическая формация для решения общественных задач, где там государственные задачи и прочее решаются. И третий уровень – это уровень капитализма, да, там уже жесткая конкуренция, но в любом случае человек не побегает, не погибает, а если он даже проигрывает, то он опускается на коммунистическую формацию, где он может, вот подобно Джоан Роллингс, опять подняться. Вот, и, значит, наконец, значит, ну и вот это вот одна из высших мыслей человечества, значит, находиться, сдавать, распространять, совершенствовать образцы best practice, которые, возможно, оказывается полезны для всего мироздания. Ну и приоритизация глобальных целей, как бы, отсюда, это внедрение критериальных основ наращивания могучего человечества во все институциональные структуры цивилизации, и на ней системы образования, со школьной системы, с хамилию нужно готовить каждого к решению задач спасения и наращивания могучего человечества человеческой цивилизации. Третье – построение общества, всеобщего благоденствия во всех странах, по всему миру. космической экспансии, эклронизация Луны, Марса, Ц Lisaira, переработка астероинов, вынос производства за пределы Земли, превращение Земли в урок для освобождения в космос и визации. Вот здесь очень хорошая пристепия открытия. Сейчас стало ясно, астероиды, открытие астероида, которые стоят по триллиону долларов, триллиону долларов. То есть, вот эти триллионы, которые зависли во фшурах, их можно привлечь вот в эту область, потому что она сможет хорошо окупаться. Космическая экспансия сможет хорошо окупаться, потому что там огромные возможности для оправдания расходов и развития жизни и неуязвимости человеческого вида должно приветствоваться. Спасибо за внимание. То, что мы развивали национальную службу контроля рисков, пока не отключили всю систему анализа, в остатках что там от него осталось. И можно там попробовать поработать с нашим программным комплексом. Заложим все основы, которые мы заложили в конце концов в управление всей финансовой безопасностью банковской инфраструктуры.